Пьеса жизни Местер, были добры, Увертюра? Прекрасно Более чем Психоделично Итак, дорогие мои Роли и Нерли Сегодня я планирую Освободить вас Да-да, именно освободить И это звучит так забавно, верно? Но этого мало Я освобожу вас сегодня Посредством услышанного Или вернее в результате Услышанного И как всегда интересно, как у меня это получится, верно? И к моим амбициям Всем вам, конечно же, не привыкать Но услышать такое, согласитесь По крайней мере, странно, верно? И для того, чтобы погрузиться В заданные мной сегодня обстоятельства Максимально подробно Мне понадобится ваша помощь Или, вернее, добровольное согласие Пойти со мной туда, где, собственно, и намечено Мое сегодняшнее шоу То есть За пределы известного И давайте прямо сейчас представим И это очень важно, дорогие мои Что вы Да-да, все вы Живете последние несколько минут Нет, конечно же, умереть всем вам предстоит понарошку Несерьезно И разве на территории Фрэнкершоу когда-нибудь Что-нибудь происходило Серьезно, я вас умоляю Итак, дорогие мои Закройте глаза И представьте, что путешествие уже начинается А начинается оно всегда по одной и той же схеме Независимо от того, умираете вы быстро То есть мгновенно Во время смерти на поле боя, например Или из-за какой-либо аварии Или медленно По ходу неизлечимой болезни и так далее Процесс в том и другом случае Совершенно одинаков Энергии покидают органы чувств И как бы стягиваются к центру тела И прямо сейчас, возможно, вы уже чувствуете это, верно И все вы, я уверен, переживали эти ощущения в своей жизни В форме легкого шока Когда чуть не оступались на краю горы Или когда пуля просвистывала мимо вашей головы Задевая кончик уха И после этого у вас волосы на руках стояли дыбом Знаете, почему это происходило? Энергия жизни успевала на какое-то мгновение схлопнуться, понимаете? То есть побывать в центре И потом медленно опять растекалась по телу То есть на какую-то долю секунды вы уже успели умереть, понимаете? И вот энергия жизни, что еще некоторое время была разлита по всему вашему телу Уже начинает стягиваться к центру И вы уже ощущаете так называемое постепенное укасание сенсорных ощущений Чувствуете, как высыхает ваш рот и нос И через минуту начинают холодить кончики пальцев на ногах и руках Вы то теряете сознание, то оно опять возвращается Хотите что-то сказать мне в ответ, но ничего не в силах произнести И только... И в определенный момент уже выдыхаете три раза После чего вдохнуть уже не можете Чувствуете? И люди вокруг уже говорят, как вы слышите Он умер Или если это врачи Мы потеряли его Но это только внешнее впечатление, понимаете? Внутри же все только начинается Ощущения развиваются с нарастающей силой И старинные тексты описывают этот процесс следующим образом Некая белая энергия с макушки головы начинает опускаться вниз к сердцу И вы ощущаете невероятной красоты свет лунной фактуры Что стелется словно туман сверху вниз Но вы видите Потом красная горячая энергия из нижней части живота поднимается вверх к сердцу И это очень похоже на свет заходящего солнца, верно? И когда эти два света встречаются в сердце Кто-то на мгновение как бы щелкает выключателем И вы внезапно теряете сознание Итак, дорогие мои Вы, как было задано с самого начала, только что умерли Ну, вы помните Но еще не поняли этого Конечно же, такие серьезные вещи не могут осознаваться быстро, верно? Но если там будет доброе пробуждение Ах, прекрасно И вот вы уже просыпаетесь, как вы чувствуете И обнаруживаете, что все вроде бы по-прежнему Вы одеваете тапочки, идете на кухню, готовите утренний кофе Но что-то не так Как-то поразительно тихо, верно? Вы касаетесь губами кромки горячей чашки Но она совсем даже не обжигает вас А жена, что заходит в ванную комнату принять душ, не видит вас Дети пробегают сквозь вас Это так странно, верно? Вы пытаетесь им что-то сказать Но они словно не обращают на вас внимания Что случилось? Спрашиваете вы всех, кого встречаете на улице и на работе Но никто вам не отвечает И вам ничего не остается, как понять Неужели я умер? Да, дорогой мой, отвечает некий голос из глубины вселенной Ты умер Вот она, эта вспышка света, что взрывается в вашем сознании И если в этот момент, как описывают древние тексты Вы удержите осведомленность происходящего И не потеряете сознание То именно здесь и сейчас Прекратится череда бесконечных игр И так называемых перевоплощений То есть вы выйдете из игры, понимаете? Но вспышка этого света настолько сильна Что ваши внутренние глаза рефлекторно схлопываются И вы опять, извините, теряете сознание Итак, дорогие мои Вот он, этот голос, что, как описано в древних текстах Дарит освобождение посредством слушания И сейчас он действительно единственное, за что вы можете держаться Верно, о сын благородной семьи Слышите вы? Слушай внимательно Когда исходная яркость была явлена твоему взору Ты испугался и не осознал светящуюся пустоту Как свою истинную суть Но не время пребывать в унынии Иди вперед И слушай эти слова отчетливо Ясно понимая их смысл Помни, твой привычный мир опрокинут А отныне ты будешь видеть только свет и сгустки энергии Во всех этих формах и образах Не будет ни капли реальности И пространство вокруг уже начинает сиять разными цветами Как вы видите И перед вами уже возникают так называемые мирные божества Вот они Вот, вот, вот Повсюду Их тела разных цветов Они держат в руках множество символов И из их сердец изливается по направлению к вам Свет мудрости и вселенского сочувствия Светлые и ясные Они улыбаются вам Но с другой стороны Вон, 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 вон там В удалении Ну, видите До вас доходят тусклые свечения Ваших прежних привязанностей Воспоминайте своих родителей Жен, мужей, детей Воспоминайте друзей И все то, что привязывало вас к жизни Эмоциональными связями И сами не зная почему Вы уже предпочитаете свет освобождения Этому тусклому свету дыму И под влиянием привычек Уже уходите от возможности выхода из игры В обратную сторону Ну, куда же вы? Куда же? Куда? Говорит голос Итак, дамы и господа Я сегодня просто голос Голос, который звучит в этот экстремальный Для каждого из людей момент Голос, основная миссия которого Сопровождать вас по пути перехода Показывая, что все образы, возникающие здесь Отражение вашего собственного сознания И что все формы уже описаны Мною те, что еще только будут описаны Излучения вашего собственного ума А пространство, в которое я вас сегодня заманил Ничто иное, как зеркало Узнайте себя в этих отражениях Так, дамы и господа Сегодня я улег вас туда, где никто из вас, как думает Никогда еще не был Или вернее, просто не помнит, как был здесь в последний раз И это, как вы понимаете, не реальность Не нереальность Но что-то между первым и вторым Или то, что объединяет первое и второе И как хотите это И понимаете Спасибо, дорогая Просто замечательная палитра пустот полнот На разные вкусы и пристрастия И, как говорится, что подумал здесь, то и случилось Итак, дорогие мои Мы остановились на том, что вы предпочли сиянию мудрости Тусклый свет своих прежних привычек И опять оказались в ловушке, как вы видите То есть запутались Единственное спасение в вашем блуждании Это, конечно же, тот самый голос Что уже доносится к вам из космического ничто И нигде Сын благородной семьи Чтобы выйти из этой игры Ты не использовал очередной шанс И теперь тебя ждет по-настоящему тяжелое испытание Но не настолько тяжелое Могу тебе сказать, что ждет тебя дальше Если ты не пройдешь и этот уровень тоже Так что заберись и будь внимателен И вот перед вашим взором уже проступают Так называемые гневные формы Это так логично, верно? Если свет мудрости не смог достучаться до вас В формах мирных и сострадательных божеств То пришло время, как говорится, взять за грудки И встряхнуть как следует, верно? И вот они, эти так называемые стражи Врат, победоносные, сокрушительные Что уже выходят к вам на встречу из мрака и дыма Нет, можете их не рассчитывать В целом их будет ровно сорок два божества Но появляться они будут друг за дружкой И главное, что я хочу вам сказать перед этим испытанием Это то, что, несмотря на свою более чем кровожадную внешность Все они являются вашими собственными эманациями Чистыми формами ваших собственных чувств и эмоций Их появление сопровождает нарастающим звуком тысяч громов Что катится и гремит и отражается в пронзительном звуке гневных затраганий Как вы слышите, не затыкай уши, сын благородной семьи Не устремляйся прочь, говорит голос Эти видения, суть твои, собственный гнев, зависть, гордость, алчность, невежество и так далее И вот по следам очередного чудища ваше сознание уже трепещет Как лист на ветру и рвется прочь И вас уже несет в потоке неуправляемого страха И вы совсем даже не слышите, что голос, теряющийся в кормогласном рыке Искрежете, призывает вас действовать совершенно иначе Сын благородной семьи И бежать нужно не от чудищ, а навстречу им, да-да, прямо в их объятия Когда тобою завладеет божество, ты превратишься в само это божество Осознаешь себя как иллюзию, растворишься в свете И разорвешь тем самым кольцо бесконечных игр и перевоплощений Но вы не слышите, не бежите прочь от себя, от своего собственного освобождения И вот на восьмой день к вам уже является самое большое испытание Сияющее словно сто тысяч одновременных молний И видение это уже превращает вас в пыль От слишком большого заряда шовка, проходящего через ваше сознание Но голос продолжает, о сын благородной семьи Соберись и будь внимателен То, что ты видишь, это сам бог смерти Если устрашишься, почувствуешь себя растерянным и слабым Свиты его, состоящие из твоих же собственных проявлений Обратиться в злобных, кровососущих демонов Но остановимся на мгновение, дорогие мои Спасибо вам, дорогие мои За ваши соображения Итак, дамы и господа Так вы уже поняли, моя сегодняшняя территория Это территория свирепого ветра Который крутит и несет вас до тех пор Пока вы не достигнете дверей так называемого нового чрева Или нового воплощения Это означает, что любой, кто проникает в эти бессознательные владения С биологическими представлениями о реальности Застревает в своих наработанных инстинктах И опыте физического существования Просто остается лузером Мастером, будьте добры Выход главного действующего лица Как называемый Эпитомы всех ужасов Прекрасны Просто замечательно Итак, дорогие мои Драматургия меня сегодняшнего построена как бы по наклонной И с каждым разом свет мудрости становится все слабее Как вы чувствуете А излучаемые вашим собственным сознанием образы Становятся все чудовищнее и бескомпромисснее, верно? Ветры сильнее, превращаясь в итоге в огненный ледяной ураган От которого не скрыться И который чуть ли не сдирает мясо с костей Как вы уже чувствуете Он уже гонит вас, куда вы вы думали Правильно, конечно же, к новому рождению Которого, будь вы чуть более осознанно могли бы избежать Понимаете? Но не получилось Не устояли Не узнали во всем представленном вам сегодня шоу Свой собственный потенциал Что теперь правильно, как говорится, ложитесь на наковальню Но самое забавное в том, что здесь нет никого, кто бы казнил вас Некому врать, некого бояться И в образе безжалостного бога смерти вы сами будете казнить себя Вот в чем основная фишка И малейшая вспышка осознанности может прекратить всю эту боль и ужас Понимаете? Но все поглощающий страх сильнее Как все мы знаем А свита бога смерти уже накидывает на вас веревку Тащит по земле, вырывает сердце, отрывает голову, расчленяет Обглодывает кости, как вы видите Но вы не можете умереть Вы уже мертвы И страдаете вы только от непонимания того, что пустота не может причинить вред пустоте И так, дорогие мои Я сегодня путеводитель по посмертной территории, как мы надеемся уже поняли Населенные бесчисленными, как говорят психологи, архетипами Ведь кто-то из вас уже понимает их, как вечные сверхрасовые сюжеты Незаполненные культурно-национальным содержанием Для кого-то эти сюжеты обличены в так называемые культурно-расовые фантики В любом случае сравнительное богословие и мифология могут расцветить ваше сознание массы разнообразных идей по этому поводу Как собственная психология снов и разного рода психозов Итак, дамы госпра, ladies and gentlemen Я сегодня книга Из разряда так называемых бесполезных Предназначенных для тех странных чудаков, что уже больше не придают значения целям и смыслам так называемой цивилизации Книга, что составлялась в течение многих веков из названия таинственных медитаторов С так называемой крышей мира и на протяжении столетий передавалась в устной форме книга, что была записана в восьмом веке нашей эры Но даже после этого меня тщательно скрывали, чтобы я не попала к случайным, незаслуживающим того людям Ведь мудрецы и медитаторы эти до сих пор рассматривают процесс умирания как величайшее из искусств, выше которого нет ничего То есть умирание, с их точки зрения, это путь к прекращению вращения колеса бесконечных игр, понимаете? И голос мой до сих пор остается в моей стране частью так называемой похоронной церемонии И до сих пор звучит над умирающими людьми в последние секунды их жизни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вы, наверное, сталкивались с этим И понятно, что еще со времен Моисея Посредником между Богом и человеком является страх Верно? И, может, именно поэтому мы до сих пор так боимся взглянуть в глаза своей собственной смерти Боимся даже подумать о ней Не то, чтобы говорить Она действительно отвратительно верна Пожирает красоту, гений, силу, славу, богатство Отнимает самое дорогое из самых дорогих Итак, дорогие мои В истории людей, как вы, возможно, знаете Существовали, и эти линии передачи хранятся до сих пор более чем незаметные люди Что благодаря изоляции и соответствующей эволюции духа Могли входить в так называемые посмертные слои И переживать так называемые этапы этих состояний Причем при жизни Участь манипулировать этими процессами И передавая опыт следующим поколениям И так в определенный момент человеческой истории возникаю я Да-да Некий текст Или, вернее, учебное пособие Для приступающих пределы биологического существования Хотя образы, с помощью которых я описываю потусторонний мир Нельзя принимать за истинное описание всего происходящего Там существование или несуществование всех этих форм Конечно же, не доказуема сама идея Что путь в иной мир — это не что иное, как сам путник А смерть — это не что-то внешнее по отношению к жизни, согласитесь, дорогого стоит А текст, как вы чувствуете, по-прежнему резонирует в воздухе И вы по-прежнему отчетливо распознаете все необходимые указания Изо всех сил стараетесь верно И даже если предстающие перед вами иллюзорные формы оказываются сильнее И вы осознаете, что не можете контролировать себя Из-за пронзительных приступов привязанности к двойственной модели мира Он по-прежнему внушает вам, что только от ясности и бесстрашия Зависит дальнейший путь вашего сознания Сын благородной семьи Не позволяй уму отвлекаться Сейчас приходит к тебе то, что в мире людей называют смертью Думай о ней так Настал он час моей смерти Воспользуйся же ее во благо всех живых существ Что населяют беспредельные просторы небес И вот оно, основное правило Только состояние твоего ума И больше ничего определяет твой путь Только состояние твоего ума Помни об этом И будь радостен И не странно ли, что все, благодаря случайности вернувшиеся из этих пространств Описывают эти состояния как приобретение целого комплекса новых возможностей Их чувства и мысли, по их словам, обострились до предела Широта сознания обновилась, обретя так называемое отсутствие границ Многие испытывают ощущение приобщения к какому-то непередаваемому словами источнику высшего знания Время, по выражению многих, просто перестало существовать И вместе с тем они начинают ценить его как ничто другое Желание и воля становятся главными индуцирующими фактами Бесстрашие и открытость людям Основным стилем жизни Не отвлекайся, сын благородной семьи Сосредоточься на том, что видишь Думай о видимом, как об отражении луны в воде Ты видишь его Но в то же время это отражение иллюзия Не существующая сама по себе, верно? Пойми это И выйди из бесконечного вращения ролей загадок Из бесконечного вращения навязываемых тебе игр Нет ничего вовне отдельного от тебя Жизнь и смерть Одно Итак, дамы и господа Возможно, вам сейчас покажется это странным Но в пробужденном сознании Смерть выглядит вовсе не как страдание и насилие А как игра ярких и красочных потоков энергии Представляющих собой элементы общего узора вибраций Порождаемого так называемой пустотой Которую некоторые авторы переводят с тибетского как полнота То есть некая вместимость Из которой все и в которую все Понимаете, и это и есть суть мира Не мой текст Очередная цитата, конечно же И человек, достигший при жизни так называемой самореализации Понимает, что умирать-то, собственно, некому Что смерти как таковой нет Это звучит так трогательно, наверное Итак, дорогие мои Все древние религии утверждали, что И продолжают утверждать до сих пор Что так называемый переход сам по себе прекрасен И полон умиротворяющего действия И внешнего насилия здесь, конечно же, нет Так как нет даже самого понятия внешнее Все видения лишь иллюзии Расщепленные планы нашего сознания Проявляющиеся по очереди В определенной драматургической последовательности И осознав единство мыслей и вещи, слова и действия Можно одним этим пониманием Лишить себя иллюзии И слиться с реальностью как таковой Во многих источниках пишется также, что Встречающиеся здесь образы Бывают очень похожи на персонажей С собственной жизни умершего В них, словно в снаподобных грезах Можно узнать своих близких, родителей и друзей Которые говорят с вами моим сегодняшним текстом Ничего не бойся, сынок Ничего не бойся, доченька Актеры встречают здесь свои любимые роли Христианин различит облик Христа Исламист Магомета, еврей Моисея И самый пронзительный опыт, который можно здесь встретить Конечно же в том, что все пережитое до сего момента Осознается как абсолютная пластиковая подделка Понимаете, как издевка и профанация И человек навзрыдно понимает, что всю свою жизнь Совершенно бездарно креплялся на сцене какого-то периферийного Захолустного театра И что на самом деле не жил вовсе, но только жался по углам В страхе увидеть, что весь мир вокруг всего лишь его собственное отражение Сейчас послушайте меня внимательно, дорогие мои Если вы попытаетесь снова бежать Вы упадете еще ниже И этой совершенно бессмысленной игре не будет ни конца, ни края Я сегодняшний, конечно же, в большей степени создан для живых, верно? Чем для мертвых И вот сексуальные видения из третьей части меня сегодняшнего уже захватывают вас Вы видите бесконечные совокупляющиеся пары А вот и соития ваших родителей Вот классическая сцена психоанализа И ваше сознание уже захвачено этим более чем увлекательным зрелищем И это, как вы понимаете, не что иное, как двери в новое рождение И весь багаж ваших наработанных программ уже указывает вам путь туда Где вы должны будете заново выйти на сцену мира Чтобы реализовать качества, приведшие вас именно в эту точку пространства, маэстро Будьте добры Прекрасно, дорогой мой! Просто замечательно! Еще раз Итак, дамы и господа Я рад снова приветствовать вас на территории жизни Где вам предстоит снова отыграть все от начала и до конца И, возможно, на этот раз вы уже не потратите время зря Но как следует подготовитесь, и вот он я Текст, что дарит освобождение посредством слушания И именно так переводится мое сегодняшнее имя И кто-то из вас, я надеюсь, помнит, чему научился там И уже видит, что все представления об окружающей вас реальности Всего лишь вибрации волн А потрясающее разнообразие ролей, статусов, рас, размеров, идей, формы, настроений И даже различия между живым и неживым Тем, что там, и тем, что здесь, не что иное, как различные состояния Вечно играющих, спутывающихся и распутывающихся энергетических сгустков Хотя у всех вас по-прежнему свои ракурсы взгляда на все эти возможности шел, да, дорогие мои? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok